МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодняшнего выпуска. Ленин с нами. По крайней мере, сегодня у вождя мирового пролетариата. День рождения. Дорогу в аквапарк подмыло, как обстоят дела сейчас. Каратэ, стиль жизни и массовый спорт. В Рязани прошел большой турнир каратистов области. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Сегодня 143 года со дня рождения Владимира Ленина. Человека, который сумел организовать, возглавить и совершить революционный переворот в такой огромной стране, как Российская империя. Пришедший на смену Союз Советских Социалистических Республик стал совершенно другой, принципиально иной державой. Сохранив, однако, много из наследия минувших веков, мгновенно всплывшие во время гражданской и последующей борьбы за власть внутри коммунистической партии. Кровь, жестокость, братоубийственная резня и, конечно же, последовавшая сталинская диктатура, о которой сейчас принято говорить. Тогда в стране был порядок. Ленин, ушедший из жизни в 1924 году, остался знаменем революции для многих последователей во всех странах. Времена меняются, отношения к великим именам тоже изменяются. И не раз еще будут те старинные уже дела интерпретироваться то так, то этак. Потому что борьба за власть никуда и никогда не уходит. Особенно оттуда, где невероятное социальное расслоение, процветающая махровая коррупция, общество, сложные отношения с законом, который надо бы и соблюдать, а можно и не особо соблюдать. Что же касается дня рождения вождя всех народов, то вот сегодняшнее мнение молодежи по поводу того, кто владел когда-то умами миллионов. Знаете ли вы, что сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина? Да, знаю. Ну вот кто это такой, что за человек, вот сейчас вот как вы можете сказать? Ну, Ломир Ильич Ленин, собственно, сделал идейный глава революции 1917 года, собственно, который сверг царизм и продвигал коммунистические, социалистические идеи в массы. Я не знаю, я не интересовался. То есть я не помню историю России. То есть я знаю, кто это. А вот как ты вот считаешь, фигура Ленина политическая, вот если бы сейчас жил, наша жизнь бы изменилась к лучшему? Я думаю, что да. Почему? Ну, некоторые взгляды Владимира Ильича были, в общем-то, актуальными для сегодняшнего дня. Если бы они были реализованы сейчас, то, мне кажется, жизнь бы улучшилась. Поколение, к которому я принадлежу, помнят много хорошего. И социальную защищенность, и уверенность в завтрашнем дне, и рабочий был человеком. Вот вы, как лидер регионального отделения партии, как депутата областной думы, как просто человек с активной жизненной позицией, политик, что вы думаете по поводу того, кто он сейчас? Ну, роль каждой личности в истории, по-разному трактовать. Слава Богу, это все прошло. Мы в то время, к счастью, для нас не жили. Но, мне кажется, все-таки, все гораздо проще. Роль личности в истории. Личный конфликт с властью. Казнен старший брат Владимировича Ленина. Стала точка отчета. Да, стала точка отчета. Что я лично могу сделать для того, чтобы аукнули слезы моей матери. Это личная боль. Я считаю, на самом деле. И плюс еще ситуация такая, не совсем, мне кажется, патриотичная к отношению своему государству. Вот моя личная точка зрения. Все-таки война. Все войска на фронте. Страна переживает очень тяжелые времена. Всегда война – это разорение. Это всегда огромные затраты. И не самых лучших, поверьте мне, оставляют в тылу. Я вам как военный человек скажу, что те, кто как-то психически или физически больны, или по тем или иным причинам не могут участвовать в активных боевых действиях, их оставляют присматривать за кораблями, которые на причалах. Их оставляют охранять какие-то склады, боеприпасы. И вот те люди, которые, в принципе, должны были до конца исполнить свой долг, воинский, офицерский, ну, где-то дали слабинку, где-то проявили предательские элементы. И вот образовалась эта революция, которая была на руку, естественно, нашим врагам. Следующую весеннюю тему привез в редакцию Глеб Галушкин. На днях прошла информация, что паводковые волны добрались даже до нашего Рязанского аквапарка. Затем журналисты выяснили, что дорогу к аквапарку, кстати, с таким ленинским названием «Горки», размыло, пришлось заделывать пробои, но пару дней назад машины еще в парк не шли. Далее некоторые подробности аквадня сегодняшнего. Дорогу к аквапарку Горки, недалеко от поселка Поляны, длиной более двух километров, размыло паводковой водой в конце прошлой недели. В спешном порядке дорожные службы заделали обвал. Однако этот факт наталкивает на неприятные мысли о качестве строительства дороги-подъезда к разрекламированному туристическому комплексу с патриотичным названием «Окская жемчужина», ведь более года назад строители объясняли журналистам, что для укрепления откосов земляного полотна будут применяться габионные сооружения. Эта современная технология, по словам инженеров, вроде бы даже крепче, чем железобетон. Правда, нынешний паводок показал обратное. Аквапарк Горки с помпой открыли в конце зимы прошлого года. Тогда чиновники заявляли, что Рязанскому аквапарку нет равных в ближайших регионах Центральной России. Впрочем, по словам посетителей, данный развлекательный комплекс достроен пока не полностью. Две недели назад побывала в аквапарке Горки и журналист нашего телеканала Ирина Ковалева. Внутри там, насколько я понимаю, еще не все до конца сделано. Там детские горки не работают. Ну, там буквально есть вот лента воды по периметру и вот эти вот шесть горок. Хочу заметить, что часть этих горок проходит по улице. То есть, ну, кто видел горки, представляют вот эти вот трубы, вот эти вот их завихрения, они идут по улице. Соответственно, когда ты там прокатываешься, никакого температурного режима там не поддерживается, холодно. Решили мы испробовать первую горку. Вначале поехал мой друг, сказал, ты подожди, я сейчас съеду, я тебе там снизу покажу, стоит, не стоит. Но смотрю, лицо недовольное, качает головой, не надо. То мне говорит, ты знаешь, вот там вот стыки, вот там пластмасс, видим, как стыкуется вот эта вот горка. Он говорит, они всю спину ободрали. И когда тебя выкидывают в бассейн, там бассейн достаточно мелкий, где-то метр сорок, тебя выбрасывает силой и, соответственно, ты ударяешься, ну, как бы уж какой частью вылетел, то и ударишься. Всего же, по словам чиновников от туризма, рядом с полянами к уже существующему аквапарку добавится также еще и рыбацкая деревня, яхт-клуб, спортивно-развлекательный комплекс, гостевые дома и пансионат с лечением. Объем инвестиций в туристские объекты составит более 2 миллиардов рублей. Теперь о спорте, искусстве, здоровом образе жизни все в одном сюжете. Вчера в Рязани прошли масштабные соревнования по карате. Более ста участников оспаривали звание сильнейшего в Рязани и регионе. Вообще карате позиционируется его адептами как стиль жизни, во многом определяющим судьбу человека, гармония веками складывавшихся взглядов, традиций и моральных принципов. Турнир получился действительно масштабным. Разные возрасты, разноцветные пояса, разные по степени сложности упражнения, разная манера ведения свободного боя. Все это индивидуально, как в целом сама жизнь. Организация таких соревнований потребовала немалых усилий. Сегодня мы организуем первенство чемпионат области. Самый младший 7, самый старший 32 года. Ой, даже вру. Вчера заявился из Москвы, мужчина 43 года. Практически вся Рязанская область это 120 человек. Все наши, кто преподает Шатакан. Ну и, конечно, город Зеленоград, Москва, тоже приехали нас почти и уважить. О статусе прошедших в минувшее воскресенье состязаний говорит и то, что в Рязань приехали люди, ставшие легендами российского каратэ. В Советском Союзе был громадный энтузиазм. В Советском Союзе это было что-то новое, это было трендовое, это было, можно сказать, так, обязательное. А сейчас каратэ занимаются люди, которые более, наверное, понимают, куда они идут и больше понимают свои цели. Массовости такой, какая была в Советском Союзе, не было и уже, наверное, никогда не будет. И это, в принципе, абсолютно нормально. Это уже не новость. Это уже просто, так скажем так, один из видов спорта. Но уровень мастерства у спортсмена вырос значительно сейчас, значительно. Обязательные формальные упражнения, ката, даже самыми юными бойцами выполняются с настоящим воинским духом. Здесь все, от скорости и силы движений до выражения глаз. Это основа техники каратэ, заложенная в веках многими поколениями мастеров. Это также ступени мастерства, только зная определенное их количество и умея безукоризненно выполнять, можно мечтать о том самом заветном черном поясе. Кумите, спортивный бой. Происходит, разумеется, по определенным правилам, однако схватка есть схватка. И на татаме бывает все. Порой пропущенный удар усаживает спортсмена за стол к врачу. Но это, по счастью, редкость, и каждый боец готов терпеть боль. Турнир в спорткомплексе «Локомотив» показал, каратэ становится в Рязани массовым видом спорта. Это искусство боя, которое не требует от адепта почти ничего, только умения, мужества и воинского благородства. А не это ли одни из главных качеств, которые должны быть присущи человеку в жизни? На сегодня все. Хорошей всем предмайской трудовой недели. До встречи завтра в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова